Рассказывайте. Это будет интересно. Как вы узнали про нас, приехали? Начните сначала. Так, ну, про вас я узнал в интернете. Как им? Интернет большой? Что-то вы искали? Какую-то тему или что? Я искал просветительские какие-то занятия или уроки. Ну, не уроки, что, в общем, слово искал. Слово. То есть, получается, раньше я как бы слышал таких проповедников, как Головин Владимир. Вот. Потом, что, получается, Осипова слышал, вас как-то начал слышать. Но как-то к вам относятся скептически. Почему? Потому что вы человек прямолинейный. Ну, так сразу, рост, бах, все. Нельзя это, значит, нельзя. Нельзя, значит, нельзя. Я сейчас только об этом говорил. Русский язык. Бог будет судить по слову своему, а не по нашим нюнькам. Вот это и я почему. Я не знаю, почему. Я даже не знаю, что меня заставило, побудило к вам приехать. То ли поблагодарить, то ли сказать спасибо. А как вы узнали, где меня искать? По интернету. Там же... Я сам же из Барнаульски. Вот. И что я? Сразу забил. Игнатий Лапкин. Я до этого видел с шахматным ваше интервью, когда он сюда приезжал. Да. Вот. Мне понравилось то, что как он себя вел, как вы себя вел. То есть, человеческая встреча такая получилась. То есть, я как бы давно уже наблюдаю за его встречами, то есть, с Головином встречами, с Ткачевым, с Андреем встречами. Ну, то есть, это, получается, год уже. Вот. И, получается, и вы тут же появились. То есть, в поисковиковой группе вы появились. То есть, Игнатий Лапкин. Я думаю, живя в Алтайском крае, я не знаю о таком человеке, как Игнатий Лапкин. То есть, это не в целях рекламы. Даже если вы сейчас записываете, это не в целях рекламы. Вот. Суть того, что мне просто пробудил интерес. Что человек живет в двух ста метрах от меня, и я не могу просто заехать поздороваться. Но это не по-человечески. Может быть, что-то интересное от вас подчеркнуло. Может быть, вы мне что-то дельное скажете. Может, такое, но пустое. Может, Господь через вас скажет. Или пинка мне даст такого хорошего. Вот. Какого-нибудь волшебного. Вот. Может быть, я... Просто я хотел узнать, направленный ли я пути вообще. Услышать от вас. Вот. Хотя и вопросов-то они куда-то все рассеялись. Ну, в общем, понял, что без Господа мы никто. То есть, я действительно без Господа я ноль. Никак. Поэтому я говорю, вот сейчас вот интересная тема. Я работаю, я слушаю, что вот сейчас вот говорит Шахмата, взголовим о вас, да, что он собирается к вам. Ну. В гости. Вот. Я думаю, так, у меня есть велосипед. Я могу же сейчас съесть, сесть на велосипед и доехать до ползуного. Здесь 200 метров. Думаю, поеду, я съезду сам. Чего я буду там это? Ну, интересно мне стало. Я и приехал. А почему вы сразу заехали и выехали отсюда? А я посмотрел, там закрыто, а здесь, ну, посмотрел, никто не выглядывает. Думаю, может, собаки. А как не видать? Там же две двери. Нет, я посмотрел, думаю, собака. Потом, думаю, если номер телефона висит, то, думаю, наверное, надо звонить. Пошел. Я не то, что выехал. Я вышел. Так, тогда на окне я покажу. Да, да, да. Это вот видите, как кто придет, сразу видит телефон. Вот оно где. И все, я думаю, сейчас выйду у людей опять. А я с ними сначала, предварительно с ними пообщался. Пять минут. С соседями? Да, там люди называют. А они еще как спросили? Я у них спросил, здесь находится храм Игнатия Лапкина. Они сказали, да, здесь вы правильно подъехали. И я говорю, а это, он здесь, потому что я слыхал, что вы еще у вас где-то в деревне есть община или что-то такое. Ну, просто я у них не начал интересоваться, вы вообще здесь, могу ли вас здесь увидеть? А может, мне не стоит часу заходить. Ну, и разговарившись, кстати, с этими людьми, там тоже, кстати, надо было снимать. У меня была такая идея. Но думаю, нет, человек, кажется, рассказывает, я сейчас его просто напугаю. Как эти камеры, думаю, сниму так же. Ну, и к вам там прикреплю. Или мой поезд, или поход к Лапкину. Вот. Он начал разговаривать, что я верю в своего бога. И что видите? Он говорит, я верю в своего бога. Ну, это ваш сосед. Я говорю, как можно в своего бога верить, если он единый? Вот. А почему, я говорю, тогда вы не идете? Ну, я, говорит, один раз зашел к нему. Он говорит, передо мной на дверью так. Ну, усталый, и не пустил меня никуда. Я говорю, ну, значит, были на то причины? Я говорю, в Библии что написано? Стучите, да? И откроется вам. И с людьми вы же так же можете общаться. Первый раз пришли, не пустил. Второй раз просите, стучите, и пустят, и говорить будут. Ну, говорит, не, все, я это. Но я вижу, что человек любит выпить. Думаю, ладно, это грехи. И все, и все-таки он дальше при разговоре, он начал разговаривать о том, что, да, действительно, Господь приходил в его жизнь. Действительно, что? Господь приходил в его жизнь в тот момент, когда он ему нужен был. Не, значительно от того, хотел он этого или нет. Потому что, говорит, я с утра, говорит, просыпаюсь, у него там какое-то было дело, вот, его должны были посадить. Господь пришел, не Господь пришел, а просто, говорит, я с утра проснулся, у меня, говорит, такое впечатление, что иди крестись, иди покрестись сегодня. Я, говорит, как-то странно, пошел покрестился, вечером, говорит, узнаю, что дело, говорит, закрыли. Я говорю, так вот оно, вот оно, чудо, говорит, было явлено для уточнения, то есть для уточнения веры. И просто, я сейчас, я раньше так же мыслил и так же думал, что, ну, как-то, да, вроде Бог есть, потому что у меня бабушка всегда была очень истинно верующая, я вроде как знал, как бы не шел против всегда, да, Бога. Знал, что Он есть, но не пользовался, как сказать, ну, этой услугой, да, там, или чем-то, чтобы раз, и Бога просить. Потому что знал, грехов много моих, которые я сделал, и думаю, мне стыдно было. Но потом все-таки, когда прошло время, Господь все-таки сказал, так, вставай на ноги, не будь перевернутый кверх ногами, вот это я точно понял, осознал, что действительно, давай-ка с ног на голову вставай и вперед. И все, и меня побудило здесь, знаете, раньше я слушал музыку, раньше я слушал всякий комедий-клаб, всякую ерундятину, да, вот эту бредятину, которая сейчас полна коробка и телевизор, и интернет. Тут, знаете, в одночасье, в одночасье, то есть переменилось все. Я бросил пить, я бросил курить, то есть курить я бросил раньше. Пить, и знаете, не то, что я просто бросил, знаете, и хожу, теперь меня тянет выпить, но нельзя, я просто не хочу не пить. Но вы сейчас курите? Нет. Не курил уже 10 лет. Совсем ворот не берете? Да. 11 лет я уже. Сколько? 10 лет? 11 уже. Не курите? А, нет, стойте, обманываю. Так, в 11-м году я, не 11, в 11-м году я бросил, 8 лет уже. Ну, тогда тоже серьезно. Так, ну не пью я, получается, вот я выпил стопку, последнюю стопку, я выпил это, получается, в сентябре, в октябре. Я, знаете, я выпил, я как-то до этого подумал, ну, не твое это. Я выпил стопку, получается, и все, и меня как в красноту все бросило, знаете, в такой озноб, и все, моментально, раз и ушло, я поставил, все. Ко мне сестра приехала. То есть сестра приехала, я с ней как бы так пригубил, и все, говорит, Семенка, давай, сама это, выпивай, я не буду, мне что-то это. И все, и с того момента, так, знаете, у меня желание больше не возбудилось. Не от того, что мне плохо стало, знаете, а из-за того, что что-то произошло в моем организме, что ни к чему это тебе. То есть я тут, я тут, я, ну, я, может быть, придумал, но я понял, что нет, все-таки, наверное, свыше все-таки дано, что все, не твое, не надо тебе. Вот, и как бы я, как бы на это и сошелся. Потом дальше-дальше, больше меня начало влечь. Раньше у меня в автомобиле, когда я езжу, да, у меня раньше звучала музыка постоянно. Сейчас у меня звучат проповеди. Либо ваши, либо Осипова, либо Головина, либо Ткачева, либо Евгений Сорокин, может, знаете такого, тоже в годах уже, вот. Ну, Сорокинская, Иоанна Каштадского у него храм. А кто он такой? Протеерей. А где он живет? В Архангельске. Не знаю. Как его фамилия, имя? Евгений Соколов. Соколов. Нет, не знаю. Тоже хороший, мне понравился, потому что он такой тоже прямолинейный. Вот положено так, все, не волнует, как в армии. Закон. Вот есть закон. То есть, все, ну, ни вправо, ни влево. Вот. Только там расстрел, а здесь, ну, наказание. Приходи, кратся, отрекайся и обратно. Вот вы смотрите, это Осипов, там, и говорите, у меня слушали. В чем у нас разница с ним? В чем у вас разница с Осиповым? У вас тема одна. Разница в мягкости, допустим, в лояльности, да, допустим. Например, вот как вот, например, с женщиной мы разговариваем таким, да, словом, языком, делом, да. А с мужчиной по-другому чуть-чуть, жестче надо, прямо, да, как с сыном и с дочкой, допустим, да. И вот он, например, со всеми общается, как с дочерьми. Вы же общаетесь со всеми, как с мужчиной. Ну, потому что я понимаю, что церковь должна быть мужская. Так ведь? Мужская, а у нас мужчин нет. Главное, это отличие наше не в этом. Что у нас Слово Божие на первом месте, а у них оно на последнем. Это большая разница. Мы смотрим, что Бог сказал в Святой Библии, а они от своего ума говорят. Он говорит и ни одного слова подтвердить не может. А люди имеют к нему притяжение, и он теперь ведет, куда хочет их. А когда смотришь по Библии, он ведет их в обратном направлении. Сколько он перепортил людей, которые священниками стали. Православная Церковь никогда не была в таком презрении, как сегодня. Андрей Кураев об этом говорит. Она была гонима, была. Но чтобы так презирали все, а за что? За их богатство, на каких машинах ездят, что делают. А как успокоить людей? Вы ее раздодорили, вы ее успокаиваете. Надо сначала Слово Божие дать. Вот эти соседи были, они все Евангелие получили. Тут никого нет, чтобы мы не дали им. Только в окрестностях, где мы деревню строим, мы раздали, посетили 30 тысяч домов. 30 тысяч Евангелие раздали. Это наши расходы. А то, что у меня вышли 38 томов книг, мы проехали до Владивостока, до Лиссабона, все страны Европы, Скандинавию, Прибалтику, Север, Турцию. 650 городов и сел. И везде подарил по полному комплекту своих книг. Это никогда никто не делал. А почему? Господь побуждает. Живое Слово. Везде пришлось говорить. Говорить поистине. А как проверить, правильно человек говорит, неправильно? Во свете Библии. А Библия в православных вообще никаким авторитетом не пользуется. Если Библию, а то баптисты с ней носят. А мы что? Мы православные. Все батюшка скажет. Спаси Христос, батюшка. Вот в этом все и есть. И вот это они друг на друга кидаются. Отца Владимира буквально растерзали. Что они делали? Ну это Степаненко, Максим об этом говорит. Как РПЦ пожирают друг друга. Пожирают. Но только Скачев одно там несколько слов сказал о женщине. Они сразу на него кинулись. Вот этот момент я тоже... Это целая армия. И там сидит Дворкин. Тут Новосибирский там миссионерский отдел. Еще Георгий Максимов есть такой. Ну дело-то в том, что они даже не понимают, что миссионерские отделы, которые в каждой епархии есть. А их больше трехсот. Они все незаконные. Да, единого. Потому что миссионерские отделы создать нельзя. Они могут создать певческие, проповеднические, скульптурные, архитектурные. Только единственное нельзя создать это миссионерские. Это труд Духа Святого. А они об этом никакого понятия не имеют. Он научился, что он теперь давит. А у него сердце какого-то ржавая железка. Он никого не бил. Он не знает, когда говорить, что говорить. Дух Святой имя не руководит. И поэтому они постоянно меняют свою тактику. Вот сейчас что там было в Екатеринграде? Екатеринграде. Видели? Я даже смотрели не взял. Знаете, давайте выскажу свое мнение по этому поводу. Ну там из-за этого, из-за парка они боролись, скверы. Мое мнение такое, что вообще я думаю, что не должен быть там храм. Потому что храм на крови не строится, во-первых. На спорах, на всяких. Наверное, правда. Такой храм, когда люди ненавидят. Да. 75% против. Сделали опрос людей. Референдум. Путин сказал, сделайте референдум. Они сразу провели. Приехал комиссия. Сразу начали размонтировать и вводить. Но они все на полумерах. А что нужно сделать? Я в интернете уже два корреля ролика поставил. Митрополит должен выйти в обыкновенной монашеской одежде. Без регалий. Встать на колени. Если слезы Бог даст, перед народом со слезами покаяться. И все это заснять и показать. И снять с себя сан и уйти. Они людей друг против друга поставили. Более чем миллионный город разделился. А это как эпидемия по всей стране сейчас пойдет. Ладно, это уже мудрость правителя была. Он дал указание, видимо, тайно убрать. В течение одной ночи дня все убрали. Они там этих сколько разных избушек, этих рабочих, все грузят и грузят и грузят, вывозят. А люди стоят в ладоши хлопают. И причина только одна. Жадность. Храмов там полно. Но именно здесь у людей отнять сквер. А это речь даже не о сквере идет, а об отношении. Они людей не видны, не уважают. Ну и политика это еще плюс, наверное. Что необходимо. Верующие, которые там приходили, они бы никогда не раскрыли, если бы не архиерей. А архиерей обязательно делают под водительством патриарха. До самой точки доходит. И как тогда было в революции, правительство сметает, церковь вместе с ними пошла туда же. Сегодня она прямо на грани стоит. Притом любой день. Впрочем, как и всегда. Впрочем, как и всегда это было. Потому что, знаете, меня еще восхитило, что вас. Что вы Слово Божье несли, не обращая ни на что внимания. Ответите вы перед этим как-то с какими-то стенами, закупорят вас куда-то, спрячут. Потребуют, чтобы вы не вернулись. Они даже не знают, что люди пришли не к ним. Они пришли узнать ответ от Бога. То, что потребуется на суде Божьем. А он молотит то, что угодно сегодня. Они без этих свечей не могут. Всякая мерзость. Ни одной свечи-то восковой нет. Только там в Печерской лавре. Везде вот эти зеленые, синие. Зеленый и синий воск не бывают. Он только желтый. Это же восковые свечи. О чем Серафим Саровский говорит? Половина не догорает. Агарки тушат, переплавляют и заново. То есть непрерывное воровство идет в церкви. За все берут деньги. Это симония. Смертный грех. За крещение дай. За венчание дай. А венчание венцы на голову не надевает. При крещении погружения нет. Все извращено. То есть получается это что? Если в православной церкви, допустим, да, вот, например, как я, да, покрестился, то есть вот этим обрызгиванием, что-то о чем мне придется перекрещиваться? Перекрещивать нету слова. Не было. Были обмануты. Крещения не было. Крещение переводится одним словом. Погружение. Погружение. Другого нет. В немецком тауфон, английском баптизм. Это погружать. Погружать. А здесь никакого погружения нет. Дай деньги. Ладошкой мокрой по голове и ступай. А мозги по стенке. Постойте, ну в моем случае я денег не давал, как бы. Я отвел занятия тут, наверное, в пяти институтах. У нас подготовка была 500 часов. 500, а у них 20 минут даже нету. То есть в полторы тысячи раз меньше времени они тратят. Котов к окрещению? Ага, к окрещению. Ага. Которые люди приходят, не знают. Не, я бежал так, забежал, покрестился, убежал. Ну все, заплатил, заплатил. Не, я не платил. У меня брат священник, я вот так. Вы знаете, тут был кто раньше, Войтович. Захватили? Я не захватил, но сюда переехали. Ну, тут был такой, сука, с Белоруссии. Они оттуда понаехали, эти украинцы, они все развратили. Видите, я только как бы в начале пути, в начале пути. У меня бабушка очень верующая была. В начале пути, значит, это хорошо, что вы слышите. Вы заходите на наши ресурсы, я вот вам дам визитку. Посмотрите, она есть. А у вас есть, она на вашем сайте даже была. Так она нет, у вас нет. Возьмите, сохраните. С той стороны там, где сайт, где форум, где мой мир. У нас только роликов 15300. Я вот смотрел, знаете, когда ответы, вот это как, рулетка называется, да? Рулетка? Рулетка или как она называется? Ну, да. Вот, я заходил, интересовало мне, как вы с молодыми людьми общаетесь. То есть, это получается с детьми. Это с вашими внуками. Да. Вот, 18-20 лет. Вот, все спрашивают, как вести себя в обществе, как вести себя с другом. Учусь в СПТУ, да, там. Тебе-то, кто-то в зоне там сидел, да? Помните, они тихо-то, когда общались с вами. Когда вы, батюшка, я говорю, здесь временем говоришь, мы где-то в камере сидят, да? Вот, вот, это мне как бы, это было, вот, я не знаю. Я не знаю, как это все попадало ко мне, но открывалось, то есть, вы открывались. Я пойду, думаю, я вот так вот лучше с человеком пообщаюсь, даже потрогаю его. Чем вот как-то вот быть неведем, не знаете. Ну, интересно стало, я и поеду. Сейчас, сейчас, узнаю. Говори. Алло, воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Галина Закуляева Игнатия, напомните мне сцену книги к христианому православию. Пятьсот. Пятьсот, хорошо, спасибо, пятьсот. Слава. Все хорошо. Да, по милости Божьей, а у вас как там? Слава Богу, живы, здравы. Ну, слава Богу. Давайте с Богом. С Богом. Кстати, и знаете еще что? Вы очень похожи на моего деда. Есть у вас сходство. А под старость люди все похожи друг на друга. Нет. Какой-то, знаете, вот есть у вас это, ну, не лукавит душу, вот есть какой-то, знаете, стиль свой такой. И вот у него такой стиль. Вот у меня папа на него чем-то тоже похож, но вы почему-то мне дедом, я не помню. Хотя сначала я к вам отнесся скептически. В первом же только обзоре, видеообзоре я сразу видел, что-то вам там даже написал, не стал знать. Потом все-таки я второй раз пересмотрел, потом удалил. То есть этот, отзыв. Не отзыв, там же есть эти комментарии. Удалил. Потом что-то мне со второго, со третьего еще интереснее стало. Знаете, думаю, потом думаю, смотрите, в чем мне Ткачев понравился в таких словах. Вы живете на улице под названием такого-то или такого, вы за него не знаете ничего. Вы живете в городе. Вы не знаете за этот город. Откуда основался, за чего. Вы не знаете даже, какие люди, которые говорят об истине, у вас в городе живут. Их не хотите. И потом я думаю, вот у нас живет Лапкин Игнатий. И мы тоже сразу раз и как-то скептически оценили все. А, старик, говорящий там какие-то чудеса, не чудеса, или сказки, не сказки, ну какой-то злой. Показалось мне. А потом думаю, во-первых, не злой. Во-первых, серьезный. Во-первых, стабильный. Потому что на своем, всегда нравятся люди, кто на своем упорно стоит. То есть на правом деле упорно стоит. То есть не съезжает. То как власть, вот как свадьба Малиновки, да, фильм был. Власть поменялась, другая кепка. Ну, как многие из нас делают. Вот. Поэтому я говорю, что и как-то заинтересовало, что я живу в этом же городе, в этом же крае и не знаю вас. Думаем. Вот у нас село строим, деревня Потеряевка. Потеряевка. Да. Первый разговор, когда ведем, кто думает приезжать. Пять условий. Должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А все спрашивают, ладно, не пьет, это ладно. Не лжет, первое. Вот, допустим, косналась бы вас. Как я могу сейчас узнать, что вы не лжете? Да никак. Только сжечь меня, Зев. Ну, вот это узнается. Может быть, быстрее даже всего. Ну, наверное, только сжечь. А так, как вы мне узнаете, правда я говорю или нет? Может быть, я здесь, не знаю, с другой вообще целью, да? Просто, ну, не знаю, я вам не смогу никак доказать. А могу вам только свой велосипед отдать, если вы мне не верите, и все. Да, допустим. Вот. Но это, опять же, не факт. Ну, наверное, будем на совесть на мою, как бы, и на вашу мудрость. Вы-то, я думаю, все равно, как-то, если с Богом живете, у вас есть уже некие все равно какие-то задатки, как человека оценить. Есть поговорка такая, лжец должен иметь очень хорошую память. Он должен помнить, как было и как соврал. Точно. Вот так. А если ты говоришь истину, тебе не надо никогда думать, а что, как было, так ты и говоришь. А ему каждый раз насочиненное, нигде не записанное, а люди-то отобразили в себе это. И в следующий раз он говорит, ты же говорил, я говорил, да, ты говорил, что там. А сейчас говоришь вот так, да где правда-то? Кстати, вы об этом говорили в каком-то из интервью. Это что-то вы там перепахивали или перекапывали, где было ленточками. Вот сейчас вот я вспоминаю просто. Вы об этом что-то говорили, об лжи. Когда человек лжет или когда... А всякая ложь от дьявола. Нет, я вам рассказал так, как есть. Что я увидел, то я вам рассказал. Мне лукавить нет. Вы, может быть, меня первый и последний раз видите. Но мне... Вот сейчас он меня спросил, что я сюда приехал. А я раз, знаете, в супер спал. И раз вспоминайте, что меня побудило сюда поехать. Так, стойте. Да. А побудило меня просто приехать, сказать спасибо. Спасибо, что есть, что есть ваше слово, что все равно кому-то он мне поможет. Или кого-то... Просто свою благодарность вам высказать и все. А дальше уже... А кто знает ваши, что вы сюда поехали? Никто. Вообще никто. Никому не сказали. А кто у меня женат? А вы сегодня не на работе? А я работаю... Ну, я на себя как бы работаю, себя делаю. То есть на государственной работе вас нету? А там никто ничего не... Так у вас и стаж что-то не идет? Ничего не идет. Я работал на дядю. Дядя нас уволил, сказал, идите отсюда. Ну, да как тогда? С утра до вечера где-то кому-то так нанимаетесь или как? Ну, я как бы, видите, я занимаюсь и птицей, занимаюсь и кроликами, инкубаторами. То есть для сельского хозяйства. Своё дома? Да, сам делаю. И сколько кроликов? Нет, у меня кроликов нету сейчас, к сожалению. Я кроликов убрал, я делаю клетки для кроликов. То есть, смотрите, сейчас вот мой ресурс той жизни получается, что я делаю инкубаторы. Собираю для вывода яйца. Собираю клетки для кроликов, клетки для кур, клетки для перепелов. Перепелов там держу, у меня небольшое количество. Вот, получается, что? Делаю ещё коптильный. Ну, не знаю, это может быть как реклама выглядит, но просто я вам сказал, чем я занимаюсь. А на деке я работал большое количество лет. А перепелов до чего разводите? Перепелов? Ну, в основном... Вот, лекарственное. Ну, как и себе... У нас на занятия, в АГТУ я вёл занятия, приходил мужик один. Ну, разговаривали так. Я, говорит, держал, а перепелов нет. Всё, говорит, обманут. Это ничего нету. Никакого лекарства от яиц этих. Не, я на этом не за это, не заверчен. А там такое расписали, вроде из гроба выставляется. Господь не захочет, ляжешь в гроб. Захочет, ляжешь. Захочет, не ляжешь. Я так понял. Прав я или нет? Господь захочет, и ляжешь в гроб, да? Не захочет, не ляжешь. Правильно? Ну, все мы по Богу здесь ходим, а больше никак. Ну, как вот он говорит. Сколько раз, говорит, Господь его спасал. А меня Господь... Вы просто знаете, смотрите, я сейчас вот приведу, наверное, пример, не знаю, правильно, неправильно, что вот на могилках-то лежат, моего возраста сколько, со мной вместе учились. Пьют, воруют, сидят в зонах. Так, вы назовите ещё, я не расслышал дальше, фамилию, имя. Изотов Евгений. Сколько вам лет? 44. А какой адрес? Ядринцева 32. Слушай, вы там меня знаете, я имею право спросить вас. А во сколько вы встаёте утром? О, по-разному, я бывает в 8, в 9, вот так вот. А почему по-разному? Ложусь поздно, батюшка, потому что у нас... А почему по-разному? По-разному? Да не знаю, ну, как есть, так и говорю. Должна быть определённая дата. Вот у вас, когда смотрю, мне стыдно за себя становится. Мы стоим всегда, во все дни, где бы мы ни были, 4,40. Вот, видите. А когда в поездке были, у нас отбой был в 10, подъём в 2. В среднем мы проходили в день по 1030 километров. Ну, вы-то, видите, вы упорный человек. Ну, мы не просто где-то, повторяю, 650 городовых сил. И везде надо прийти, было расположить к себе людей, делаем подарок и уходим. Мы подарили в общей сложности на 35 миллионов. Смотрите, а это... Да. Ну, это миссионерство, да? Вот я вам что говорю, вы хорошо запоминаете. Я запоминаю. Пафт. Да, у вас, видите, это не в первый раз, у вас там есть уже... Путешествие это создать невозможно. Его никто никогда не делает. Да а что он поедет? Куда? Кому ты нужен? Мы едем с великими дарами. Кроме того, что выступаем, берём из них доверенность, что они будут книги беречь, давай другим считать. Не просто. У меня в Москве только, в моей книге, в библиотеке имени Ленина, в исторической и в парламентской. Также, собственно, и в Киеве. То есть, те, какие бывшие страны России, не считая, по Востоку мы уже не поехали, мы их захватили. Шести мусульманских республиках были, Турции. Так, а с этого вообще какой потом идёт выхлоп? Когда будете больше знать в этом вопросе, когда встречаются в чат рулетки, вы видели, сколько у меня мусульман? Видел. Ну, я думаю, неспроста. Я говорю, меня удивило. Я сначала первый раз, когда ролик ваш увидел, как-то, знаете, такой антипатия. Потом думаю, стоп, стоп, а чё мы сразу, сразу, человека раз и по обложке, да? А во внутренности? Надо во внутренности чуть-чуть коснуться, да? Второй раз я пересмотрел, потом думаю, нет, надо удалить свой этот никчёмный отклик, отзыв там, или как он, комментарий. Думаю, чё-то я тут сглупил. Потом второй раз уже в ваш ролик, потом думаю, мужик-то серьёзный. Говорит-то правду, а прошёл-то чё? И мне не снилось, чё проснулся, чё ты его так осудил-то сразу взял? Знаете, стыд заговорил, совесть. А как вы сами судите? Почему так? Почему у вас мысли такие были? Да потому что я, ну, никчёмный. Я, знаете, не то, что никчёмный, а, блин, вот, знаете, привык людей оценивать сразу по первым параметрам. Вот увидел всё, осудил. Ну, как вот и все практически. Вот почему мы такие вот грешники. Увидел человека, осудил, что-то не понравилось, осудил. Всё, вывод сделал, заключение сделал, да? Поразговаривайте. Ну, а почему так? Не знаю. То есть вы смотрите, какие остались следы. Вот, допустим, у нас священник один знакомый появился. Он сидит в местной тюрьме. Суртаев Николай. Китманом он был священником. Ну, там о деньгах речь идёт. А я хожу, сотрудничаю с тюрьмой. 18 лет. Бесплатно. В всех университетах, где я вёл занятия, бесплатно. Три радиопрограммы. 45 лет начальника детского лагеря. Это бесплатно всё. У меня ничего нету. Что у меня в руках, что в кармане, это всё, что-то дал. И вот теперь я ходатайствую. Генеральную прокуратуру. Сестра его ходит на занятия. Я, что могу, ему передаю туда тюрьму. Ну, то, что положено. Я нигде не лез через границу. Теперь он вышел раньше срока и стал к нам ходить молиться. Я говорю, Николай, ты говорил людям, что у нас нет икон? Говорил. Ну, а ты видишь, что есть иконы? Да, есть. А ты знал, что они есть? Знал. А почему говорил? А чтоб к вам не ходили? А, ну. Он в другом месте находится, в Китман. А он заботился, что к нам в Барнобле не ходили. Теперь, а ты знал, что у нас епископ есть? Знал. А как же ты говорил, что его нету? А чтоб к вам не ходили? А теперь сам ходишь. Ну, тут понятно. Он шёл на обман. Потерял страх. И Господь ему дал подзатыльник. Но другой хорошо делает. Нигде ничего нету. Но я не знал. Я потому так относился плохо. Я потому что думал. Я со всём согласен. Но ты внутри алтаря стоишь. Литургия когда идёт, да. Руки поднимаешь к небу? Поднимаю. А для чего? Ну, как, почему? Да потому что мы к Богу простираем. Глани свои к Богу. Ты молился к Богу? Да. Но ты думаешь, молитва твоя доходила до Бога или нет? Я вопросу простый. Тут ничего такого сложного нету. А я не знаю. Ну, а тебе Бог что-то говорил хоть раз? Или ты вообще слепой, глухой? А обратной связи нет у тебя? Не знаю. Ну, не знаешь. Я понимаю. А зачем людей обманываешь теперь? У тебя ничего нету? А если бы ты был живой, воззвал к Богу живому, живыми словами, Бог бы тебе ответил. Но так как ты поднимал руки, ответа нет. Мы совершенно разные. Вот я не знаю вас. Я буду молиться. Я заранее говорю. У вас видите, да. У вас всегда. Вот я видел, что вы когда общаетесь с человеком, вы начинаете молиться. Мы всё ставим на молитву. Мы начинаем молиться. И Бог полагает на сердце. Я говорю, ты когда молился, но я не знал, что это неправда. Я понял. Ты не знал. Но Бог знал. Знал. Почему Он тебе не подсказал, что ты ложью опутан? Ты был рядом. И ты мало того, что не знал, так ты лгал. Так, постойте. Теперь у нас сейчас этот разговор идёт к тому, почему я сразу вывод делаю. Вот. Соображайте потом. Я ему говорю, ладно, ты не знал. Давай договоримся. Ты не знал. Поэтому слышал ушами, что люди про нас говорят. Но ты руки простирал к Богу. Почему тебе Бог на сердце не положил, что ты лжёшь? А написано в 8.44 Евангелии от Яна, дьявол есть лжец и отец лжи. Отец. То есть, в рот тебе уже бесенёнок залез. Да. И рот тебе раздирал. И когда кричали, садись к кресту, Златоуст говорит о ней люди. Люди только голос подавали. Изнутри сатана кричал это. Это дьявол делает. Не просто так соблазнился. Дьявол побудил. Первое наше мнение. Ты не знал. Но Бог знал. И тебе не дал ответа. А теперь ты узнал спустя какое-то время, а уже сколько ты наборочил всего за это время. Ты должен теперь пройти, всё найти, где блевал, и всё залезать своим языком. Это благо в интернете можно сразу удалить. Сразу. Я говорю, это благо. Потому что, когда я вас первый раз увидел, я так же. Так же раз, знаете, осудил. Ну, не, не, не мой, не моё. Знаете, сильно строгий, сложный. И вообще ерунду какую-то несёт. Не послушав человека, я начал, понимаете, осуждать. То есть, я здесь же вспоминаю. Не суди, и не судим будешь. И, знаете, потом всё равно меня потянуло. Услышать. Ещё раз. Ещё раз услышать. И другое услышать. И вчера буквально я слышал вашу версию разговора. Не, не версию, а сам разговор с темой рассуждения про этого нового украинского деятеля. Да. Президента. Ну, вчера я буквально услышал. Да, Зеленский. Да. Что, когда вы начали слушать его презентацию, там, или что, вы начали молиться. Я поэтому и запомнил, что вы, когда что-то делаете, вы начинаете молиться. Всё время молиться только. Вот эту сторону, или что. И вот, я говорю, меня заинтересовало это. Теперь, в дальнейшем, меня просто заинтересовало. Ну, а что мне скрывать-то, если так и пошло? А смысл скрывать? Вы когда последний раз брились? Не знаю, может быть, неделю. А зачем брились? Причина? Да не знаю. А жена как реагирует на то, что у вас борода будет? Сейчас, без разницы. А вот раньше, по молодости. Ну, не по молодости, может быть. Вам сколько лет? 44. Это я понимаю уже, что бриться бы нельзя. А вот ответа я не нашёл. Почему так и не знаю? Ответ, почему? Бог создал. Дал власть мужчине над женщиной. Ей не дал. Это тебе знак. Ты по образу Божьей сотворён. А что, жену по образу Божьей? Нет. Она как будто бы для мужа только дана и всё. Хотя бы тоже по образу Божьей. А о том, что она сотворён, а мужчину и женщину сотворил их. Говорится так, как приложение какое. Борода – это твоя власть над ней. Как говорят, своя энергетика. И она должна видеть. А когда люди бреют бороду, и портопопа вакуум говорит «блудодейная ересь». Это нужно блудникам только. Вот этим гомосексуалистам, всяким сексменшинцам называются, садомитам проклятым. Вот они надо, делают так. Мужчины на мужчине, женятся. Да у меня ещё, видите, чуть-чуть перебью. Ещё борода-то какая-то, она сейчас вот так более-менее осталась. Нет, какая есть. А, она была какая-то, у меня вот отец усы носит. Если вы не согласны, то и не согласны ни с человеком, ни с бородой, а с Богом, который дал её. Вы всегда рассуждаете так. А откуда? От Бога. Вот Бог повелел отдавать десятую часть того, что мы заработали, отдавать на церковь, священство. Вы отдаёте? Я знаете, я как бы не то, что там, я не считаю десятую часть, там, не то. Как бы этим нельзя, да, чтобы там правая рука или левая знала, да, что делает правая. Как бы вот с этого, чтобы не числается, да, допустим? Нет, дело не в правой и левой руке. Здесь все знают. Обе руки знают, и весь свет знает. Потому что это повеление. Это не милостынь, который ты тайно ночью узелок бросил в окно кому-то золото. Речь идёт о том, что это повеление Божие. Ну, смотрите, если честно сказать, десятую часть я не даёт. Но чтобы не считал я там, сколько я заработал, сколько там десятую часть это церковь. То есть, когда что-то есть там, кидаю в эти, кто они, в корзины, там, в кружки, как они называются, или вот где ящики вот эти. Но в основном что-то я не знаю, как-то я взял себе за правило, чтобы... А у вас какая специальность есть? Специальность? Какой у меня специальности нет? Ну, чтобы зарабатывать что-то. Нету никакой специальности. Ну, у нас тут ребята работают. Я строительный техникум кончил, я работал прорабом в органах МВД. Я вообще заметил, что умнейшие люди, хорошие пастыри, пастухи, да, овец, это умнейшие люди. Они с несколькими образованиями. Не знаю, почему меня к вам потянуло, вот к таким людям, да, действительно, но что-то потянуло. Вот, ну, смотрите, нет у меня никакого образования. Я с трудом-то школу закончил. С трудом. И всё, и как меня жизнь завернула, как раскидала-накидала, и всё, я пошёл. Я говорю, поэтому я говорю, я участвую, тут сто процентов скажу, что Господь меня просто оживил и сказал, так, ну-ка теперь всё. Всё, обосрался, в говне накупался, давай, вылазь из этой ямы и вперёд. Теперь дела не мои делай. Я так думаю. Потому что с тем, с чем, чего я натворил в своей жизни, я бы уже там же лежал, рядом с ними, ещё бы раньше. Вот. Но почему-то этого не произошло. А почему-то стало так, как стало сейчас. И это только милость Бога, а больше я никак не назову. Это не какого-то дяди Василия, дяди Петя. Ещё я думаю, что это моя бабушка, которая молилась за меня. Всё моё детство, всё моё юношиство, она видела меня, и она всегда за меня молилась. Вот. Хоть я и внук-то не родной, она всегда за меня молилась. Она, не знаю, она, может быть, видела это, что когда-то случится, хотя вот её уже давно нету. У вас что, трудовой совсем нету книжки? Есть, но я там трудился, то в окна я делал, то в столярках работал, то в сроках работал. Ну да, это работа. Это работа, и государственные есть столярки. Я ему про образование сказал, что образования никакого нет. А работа? Знаете, у нас Петеряевку один просился, говорит, что у меня два высших образования, а делать я ничего не умею. А у другого никакого образования нет. Любую работу делать, любую технику на ноги поставить. Да кто нам дороже? Во-первых, я лентяй. Видите? Во-первых. Лентяй. Поэтому я испылю, наверное, до сольки. Но я не оправдываю ситуацию. Постарайтесь хорошо для себя утвердить. Разумите. Человек, если заработал 100 рублей, он на самом деле не 100 человек заработал, а 90. А ему десятку Бог приложил. Вот это я понимаю. А эта десятка тебе не принадлежит. И Господь говорит, вы, весь народ, обкрадывайте меня. Не просто жадные не отдаете, а вы обкрадываете. Это моя десятка лежит. Своей рукой теперь возьми и отнеси. Вот у меня жена, допустим, напекла там пирогов, что-то. А тут беспризорно бабушки одни живут. Она посылает, племянник у меня живет, иди своей рукой, Рома, подай. Его приучать к этому надо. Чтобы он видел нуждающихся, старых, обездоленных. И десятая часть нам не принадлежит. А почему? Ну почему? Давайте рассудим так. Я пошел сейчас, мне надо работать. И я в аренду взял машину какую-то. Я за нее плачу. За день, что я накатал, из этого я должен что-то отдать. Договорились. А если не на... Разницы нет. А здесь десятая часть. Это Бог так сделал. Смотрите, давайте я свою версию скажу. Теперь закончим, давайте. Почему так? Бог говорит, я соучастник того, что ты делаешь. Жизнь тебе дал я. Не родители. Родители – это посредственное звено. Бог дал способность оплодотворению, чтобы в очреве ты, ни мать, ни отец не знали даже, какие глаза у тебя будут, какой нос, какой характер. Бог это заложил. Бог говорит, я тебя создал. В моей книге, в которой Бог говорит, записаны все дни твои, до единого, когда ни одного не было. Мои глаза видели зародыш твой, 138-й псалом. Вот смотрите. Это Бог говорит. Дальше. Ты родился, я тебе дал воду, чтобы обмыли тебя. Дал ножницы, чтобы обрезали. Перевязали пуповину. Это мое. Ты ходишь дальше по земле. Моя земля, я сотворил ее, она, земной шар несется в космосе. Я дал оболочку из кислорода, воздуха. Это я дал. Дал солнце, звезды, луну. Я дал. Поля дал я, семена я дал. И поэтому поделись со мной. Меня ты в соучастники берешь или нет? Тебе проценты человек... Я тебе дал, а ты меня... Бог разговаривает так. Тебе проценты не принадлежит, а я тебе 90 отдаю. Но десятину отдай. И притом отдай мне через священство. Ну, то есть, потому что, да, я вот, я поэтому, я почему хотел сказать, чтобы не получилось так, что это, как бы сказать, не перекрестно. Я вот понял, вот свою версию, как бы я вам скажу, как я почему понял. Знаете, где написано? Пророк Амалахи, последняя книга в канонической Библии, последняя, второй, третий стих. Господь говорит, не просто ты не даешь, ну и ладно. Проклятим вы проклят, у вас ничего не будет делаться. У вас все будет из рук валиться. Когда ты будешь платить десятину, Бог говорит, не открою ли я небо, пролью на тебя столько всего, чего ты и не ждешь. И откуда все придет. Ну, как я на Крышатске, да? На, брал, давал. Право-лево. Право, право, это выйдут овцы на суде Божьем. Олево, козлища, в ад пойдут. Получается, смотрите, я как понял. Ну, правильно, неправильно, не знаю. Ну, совпадает с вашими мыслями, совпадает, это уже хорошо. Потому что я раньше как-то скептически ко всему относился, думал, ага, совпадает с моим, значит, нормально. Вот так. И сейчас думаю, смотрите, ну, вы меня прям, ну, то есть, да, направляете в том же, что даже и точить не надо. Вы можете завтра встать 4.40? Если требуется туда. Вы сейчас войдете в интернете и зайдите на скайп ко мне. Я вам покажу... А у меня скайпа нету. Скайп, Игнатий Лапкин. Зарядите, я один с этим именем, фамилией. Я знаю, что у вас скайп. У меня скайп. У вас скайпа нет? Я вот, смотрите, я вот работаю, целый день я что-нибудь делаю. То есть, я включил интернет, и он у меня говорит, 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 то есть, получается, я, смотрите, я уже год слушаю вот всех. И вот какие-то выводы начинаются. Поэтому уже и к вам приехал. А вы в армии служили? Да. А где, в каких войсках? А, в Копчагае, в Казахстане. В Копчагае, это Казахстан. А что там? Ну, это воздушно-десантные войска. Копчагае. То есть, это вы еще при советской власти? Да. Понятно. Ну, это я как раз советский пришел, а уже закончил. Вы с какого года? 75-го. Вот, смотрите. А, что Господь дает? Мы же молимся, просим, Господь дай работу. Да. Он же не только мне дает. На, на, сам себе. Есть? Заработал что-то? Помоги ближнему. Правильно понимаю? Помоги бедному. Накорми голодного. Да? Так написано. 25-я глава Матфея. Вся она на этом. Я еще не сижу. Меня приняли, Господь говорит. Но у вас Библия дома есть? Вы считаете ее? Редко. Нередко. Написано нередко. Всегда надо. Ежедневно. Иисус Новин говорит. Сия книга 1.8. Говорит. Да не отходит от уст твоих, но поучаствует день и ночь, дабы в точности исполнить павильоны. Дабы. Иоанн Затаус говорит. Ты не считаешь Библию. Не зная ее, не считая, ты ее не знаешь. А не зная, ты закон Божий нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Поэтому положи себе, не пить, не есть, пока ты не прочитаешь одну хотя бы главу Ветхого Завета и Нового Завета. И все записываешь, что непонятно. И постарайтесь установить у себя скайп. Это совсем дешево. И мы сможем тогда беседовать. Скайп, это получается, камера. Вы поняли, что я сказал? Сюда больше не ходите без разрешения. Все. Только по скайпу. У нас определенное правило существует. Не, ну понял, понял. Да. Здесь не надо догадываться, чего и как. Да, это у всех свои правила. Вот, просто смотрите, ситуация такая, что хотел вашего совета. Вообще направленность, правильно? Вашего совета просто. Вы сейчас запомните только, что я вам говорил. Для вас этого пока достаточно. Да, пока достаточно. Посты не соблюдайте, конечно. Почему? Ну, я говорю, что я же вам не так и не дорассказал, чем закончилось все. Ну, мой приклад. Ну, давайте. Смотрите. То есть, получается, ходил, ходил, мама, исповедуйся, жена, исповедуйся, все исповедуйся. Я говорю, сейчас, 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 скоро, 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 как приготовлюсь. Потом она мне говорит, нету такого приготовить. Иди. Все. Тут созрел на благовещение. Он благовещение пошел, не причастился, исповедовался. На следующий день причастился, как, не знаю, ничего не понял. Моя исповедь заняла целую службу. То есть, в храме целую службу исповедь заняла. То есть, не знаю, какими там я силами из себя хотел вырвать это все, правду, неправду, но Бог дал, вырвал. Вот. Был это благовещение. Второй раз причастился я через неделю. Перед Пасхой. Вот. То есть, получается, пост вот этот вот, Пасхальный пост, то есть, ну, я его просто подержал чисто вот гастрономически. То есть, сказал, не буду ни сниматься, ни, ну, хотя бы вот так, давай, давай вот так вот, обрежь себя. Обрезал. Вот. И последнюю неделю, три дня буквально, вообще ничего не делал. Ну, думаю, попробуй. Получилось, причем легко. Легко получилось, без всяких трудностей. Чисто вот, вообще ничего не есть. У вас какой рост? Рост? Да. 175, наверное, 178. Ну, я скинул килограмм. А вес какой? Был 90, стал 75. 90 килограмм? Был 90, стал 75. После, 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 стал 75. Ну, тут легко. Если 175, сотню отбрасываю, остается 75. За предел этот никогда не заходить. Это выше. Я сбросил его за 40 дней? Да. Вот за вот этот поток. Ну, это хорошо. Я похоже. Твоя плоть будет вопить, как свинья. А ты скажи, ничего не случится. Мало яшь, мало пей, здраво будешь. Как Сарафим Царовский говорит. Хлеб да вода, монашеская еда. Просто еще, знаете, у меня такой один девиз сработал, что сколько мы на дьявола поработать, и теперь надо поработать на Христа. С таким же рвением. Тут хорошо зарабатывают строители, на стройке работают. Я как узнал. Да бывает, строят они сейчас сами там какие-то владельцы, большие дома. Вот только я тут на стройку ходил, хороший заработок. Там все у них. И сварщики. Да, мне заработок не интересует. Я думаю, с Богом, наверное, даст и возможности. До 60 лет-то надо работать. Ну, а где? Куда? А вот что дома делать, это подсобное хозяйство, это не работа. Работа это ты где работаешь, и тебе постоянный заработок, и с него тебе легко давать. А так, я живу дома. В советское время это тунеядство было. Два дня, и тебя уже зашиворот. Два дня, больше не давали. Я вот когда освободился, то было затруднительно устроиться. Такой был майор, железнодорожный отдел милиции, Евгений, как он называется-то? И он меня водил за руку. Везде всех устроил преступников, меня нигде не берут. Один день, 18 организаций сунулись. Когда узнают, КГБ, видимо, дает знать, не брать. А зачем? Меня гонят только в одно русло. Можно работать только во вневедомственной охране своего района. И они этого добились. Но они не знали, что из этого получится. У меня три дня свободных, а я на велосипед вот так вот и пошел. Я печник, 40 лет печи делал. Песок где-то лежит. Видишь, запятанные. Это мои. Вон они наверху там сидят. Белые. Не видно там сидят. Да, вон, чубаты, всякие разные. Ага, выглядывают там. У меня три голубятни. Там две и здесь одна. Я по детству тоже сделал. И вот если человек поистине желает служить Богу, он все время будет спрашивать, что я должен еще сделать, чтобы не быть виновным перед Богом. Это главный вопрос. Да, я вот это знаю. А может, какую-то заповедь я упустил. Так а вы что, законник? Законник. А другое только беззаконник. Выбор-то не очень большой. Я как-то зашел, тут знакомый был, отступник, ушел. А он в Вавилонию работает, Евгений звать тоже. А Евгений переводится благородный. У вас имя-то какое благородное. А он меня увидел. О, Игнатий, вы вот все исполнять надо законник. Я говорю, давай, Жень, договоримся. Ты меня как только увидишь, здоровайся им. Пусть все слышат. Ты говори, Игнатий законник. Но я отныне буду называть только тебя Евгений беззаконник. Потому что у тебя ругательное слово законник, а напротив его есть только одно – беззаконник. Значит, это твое. Выбора нет никакого. Остается одно твое слово. Он ее сразу скрутил. Ты меня этим не напугаешь, что ты будешь звать законник-то. Законник Зина был, которому Павел привет передает. Из фарисеев получались великие люди, как апостол Павел. А из саддукеев, сектантов, ничего не получалось. Они только могли кричать, раз мы не… Саддукеи – это, получается, сектанты, да? Конечно. А фарисеи? Фарисеи – те, которые добавляют. Это православные, это мы. А сектанты – это саддукеи. Они все убавляют. Из Библии 11 книг выбросили. Ни постов не надо, ни рукоположения, ни таинства. У них ничего этого нет. У Библии. И каждый сам толкует, как хочет. А у нас 19 правило 6-го Вселенского собора запрещает толковать Библию самому. А только как истолковали святые отцы. У нас огромная разница между нами. Православие – это церковь, а не секта. Церковь Бог образовал. Определяется тем, что Господь создал церковь. Вот оттуда идет. А дальше апостолы рукоположили епископов, следующие епископы из следующих, и так до наших дней. А у них никого нету, самозванцы. Притом в Библии все, что было в Ветхом Завете, это были образы, прообразующие дальнейшее что-то. Ягненка кололи, ягненок указывал на Христа, что Христос будет заклан, будет пригвожден, повешен на древе. Ковчег, который у них был, он указывал на Божью Матерь. Ковчег – это который все искали? То есть надо знать. Обрезание было, как вот у мусульман. А обрезание говорило о будущем крещении. Крещение пришло ему на смену. Это апостол Павел пишет Колоссянам 2.11. Нам необходимо это знать. Много вопросов. Ты вот начинаешь читать, вроде... Ну, я говорю, прослушав сейчас, в данное время, год интернета разных, вот говорю, всяких разных священных людей, которые связаны с истинным словом, начинаешь уже чуть-чуть понимать, где-то что-то услышал, даже сам не читаю. Вот я включаю, допустим, не читаю, включаю иногда, например, там, писание того-то. Говорится, ну, то есть аудио, да, книга, аудиозапись и рассказывается. И начинаешь чуть-чуть уже понимать, более-менее, как-то доходит. Нежели, чем первый раз начинаешь, да, вот что-то читать. И стоп, ничего не понимаешь. Вот. А сейчас уже когда... Знаете, рассказ есть такой, Лев Толстой пишет, Лев Николаевич Толстой. Я, говорит, ну, на прогулку вышел, ну, так подальше отошел, гляжу, говорит, там на покосе молодой парень, здоровый, крепкий. Я подошел, мы разговаривали, он, говорит, меня в армию забирает. Я, говорит, спросил его, ты меня прости, я хочу тебя спросить, а ты женщину уже познавал? То есть, с женщиной спал, он, говорит, нет. Я, говорит, стал стар, говорит, я прослезился. Какой ты счастливый. У тебя все по-другому будет, чем у меня. А я блудник был, неустанный в этом деле. Как Королев, ракетостроитель. Ни одной бабенки не пропускал мимо. Королев. Вот. И вот поэтому памяти у человека нет. Память съедает блуд. Если были какие-то женщины, где-то что-то там, то уже на том месте, где тебя Бог застал, это еще может как-то устоять. А что до этого ты пропустил, ты даже знать не будешь. Вот они какие, посмотри. Ага, вот это вот. А это я некоторых приручил здесь. Ну вот это вот от простых. Это дикие голуби, но они не просто дикие. На правой ножке у него должна быть там маленькая пометка. Нет, это не тот. И подошел. Ну вот эти вот чубатые. Да. Они какие-то кавказские или чьи-то. И вот сегодня мозги проедают компьютерные игры. Вы не играли в них? Нет, я как-то все это, знаете, запнул. Ну и хорошо. У меня как бы этот момент прошел, как бы, знаете, болезненно. То есть для меня голова начала болеть. Я как-то что-то, знаете, пораньше, когда тут все-таки началось, какие-то там гонки всякие эти. У меня голова начала болеть. Я начинаю играть, у меня голова болеть. Я потом что-то как-то это отпустил, все, и оно не мое дома. А сейчас как бы вообще это не интересует. Просто как бы понимание сейчас-то приходит, что действительно тем, чем раньше занимались. А калитка открытая, это ваша работа? Там никого больше, кроме вас, не было. Нет, ну, наверное, я не закрыл. Это вы, ваша. Ну, я не думаю, что меня расстрелять можно за это. Ну, или можно... Всегда нужно запирать, чтобы не было ни одного замещания. Замещание, потому что, если открыто, тут может... А, видите, я суета. Я вышел, он, я спрашивал это. Ну, он не спрашивает, что нету. Я говорю, да, там замок, если туда прошел, говорю, это. Он говорит, да-ка там второй дом, он во втором доме живет. Я думаю, ну... Я гляжу, вернулись. Да. Поэтому я и развернусь. Вы когда зашли, я по наружке вас записал. Ну, я зашел, посмотрел, я еще это, посмотрел, написано. Потому что, когда шахматов у вас был, я еще посмотрел, думаю, ползуново где-то рядом. Вот закрыли, видите. Ну, да. Думаю, ползуново где-то рядом. Вот. Посмотрел, что-то как-то не похожее место на что, думаю. А где у нас там храм или церковь, что-то такое? А вы эту беседу-то с ним со священником шахматово прослушали? До конца, нет, я не успел, я поехал. Да. Я начало, начал. Так, и что в этой беседе вам показалось странным или неверным? Которую беседу с вами? Ну да, то обо мне, без ролика-то обо мне. Да мне не то, что странным, мне ничего странным не показалось. Мне показалось то, что, знаете, интересный разговор вообще получился. Мне просто заинтересовалось, что интересный разговор. Просто я наблюдал Шахматова, я не знаю, узнает ли об этом сам Алексей Шахматов, вот об этом разговоре с вами. Вот, может быть, он его деньги когда-нибудь увидит. Смотрите, самое, что Алексея Шахматова я узнал тогда, когда он начал общаться с этим, с протеереем Андреем Ткачевым. В тот момент, когда вот он сидел там на диване, вот на этом, на ганану, его это привычка. Вот, я тоже так же раз как-то посмотрел, потом думаю, ну чумерской человек со священником общается. И после того, я думаю, что я просто начал наблюдать в нём, знаете, перемену. То есть он начал разворачиваться к Богу. Вот, я увидел, ну мне показалось так, что он потом начал, потом с Головиным пообщался, и хоп, он здесь едет креститься. То есть он едет креститься и наиспеть, и я вижу что-то в чём-то себя в нём, в чём-то схожесть. Когда он прилетел, я ему вопрос задал. Вы прилетели 3400 километров, 3400, 4 часа были в пути. Вы зачем прилетели в Барнолу? У вас взять интервью. Только за этим, только за этим. И больше вам ничего, никаких заданий нету, нету. Он больше не был, ничего нету. И, конечно, его очень сильно тронуло. Я предварительно видел вот эту запись, когда он говорит, что собирается к вам. Да. И я говорю, когда я просто его посмотрел, что вот он с Ткачёвым он встречался, с Головиным встречался, ещё с кем-то встречался. С Певцом, с Певцом Дмитрием. А, с Певцом, да, мне понравилось их интервью. В Белоруссии. Мне понравилось их интервью тоже. И когда он сказал, что он едет к вам, я думаю, интересно было бы просто, даже просто понаблюдать. Или вообще просто так же вот рядом находиться, послушать. Вообще, как умные люди разговаривают. Он показался... У вас с женой хорошее отношение? Да, мы зарегистрировали свои отношения буквально недавно. Прожили в Булду сколько лет, родили ребёнка и зарегистрировали. Ну, в одном доме живёте? Да. Вы ей сегодня будете рассказывать, что были здесь? Ну, думаю, да. Да. А вы с ней посудите, скайп заведите. Вы можете утром присутствовать на наших молениях. У нас молитва идёт на весь мир. Который... Ему дадите знак, он вас запишет. И сразу включает, вам даёт сигнал в 5 часов. В 4.40. Мы встаём, а в 5 часов уже все готовы. Это у вас получается как по соглашению головина, да, молитва? Покажи? Как? Молитва по соглашению какого-то... Нет, ну, ну, как, соглашение-то название такое. Ну, похоже. Ну, просто договорились, и всё. Там деньги, как присылают, у нас ничего нет. У нас деньги нигде не фигурируют. Вообще ни копейки. Нигде, никогда ничего. Мы абсолютно это не принимаем. Всяко где-то отдавать молитву, а ты что хотите, там, прислите деньги где-то. Ну, для нас это чужое. Это не настолько чужое, мы даже и разговаривать не будем. Я вам говорю, я начальник детского лагеря был, и обслуга 45 лет. Старше вашей жизни. И ни копейки мы нигде не получали. Недавно пришлось, ну, мы хотим преобразовать лагерь, потому что Роспотребнадзор сильно нас гнал, преобразовать в музей. Ну, и там не получается. Не получается по определенным правилам, мы никак не подходим. Там, оформление надо на землю, там. Тогда нам подсказали, вот, новый здесь Томенко Виктор, кажется, Петрович, губернатор края. Пойдите к нему, там грант какие-то дают на это. Я говорю, что грант? Деньги. Так, а мы как раз и доказываем, что деньги не нужны. Иначе мы такие же попрошайки. Нам нужна только бумажка, чтобы нас не трогали никто. Чтобы люди приезжали. Мы хотим сделать то, чтобы в стране не роптали, ни направить или никого. Нургалеев, министр внутренних дел, выдавал цифру около трех миллионов беспризорных в стране. И мы, я хочу показать, чтобы мы-то делали бесплатно. Бесплатно. Тысячи детей подняли, ни рубля государство не вложило. Так, если такие лагеря размножить, хотя бы тысячи-две лагерей таких, за свой счет все сделать, государство все равно не даст. Потому что страна трудится на евреев да на американцев. То есть на американских евреев. Вот так. А мы русские люди. У нас ничего нет. Но мы живы. И дети у нас такие счастливые. Они просто... 45 лет ни одного заболевшего, ни одного отравленного, ни одного утонувшего, не сгоревшего. Ни одного. Бывает, без разрешения привезут ребенка с лекарствами. Лекарства мы не признаем, не берем. Назад. Тогда лекарства выброси при нас в туалет. Тем более, какие сейчас лекарства-то это? Что такое? У меня серьезное заболевание. Нет, ты к нам приехал. Ты дома можешь жевать их там каждый день. Мне 80 лет, вот 10 в июне будет. 80. Учитывая, что у меня там позади, какая жизнь была. Я еще ни одной таблетки не съел. Еще ни одной таблетки не съел. Это ничего не даст. Я должен жить здоровой жизнью, спокойствии, доверенности Богу. Доверенность. Он же все дал для этого, да? Вот вы сейчас пока еще слышите, видите, после обдумывать будете. И теперь, если вам Господь это положил на сердце, это почти первое будет. Заведите скайп. Скайп, ага. Скайп, обязательно. Это камера, да? Ну, она там глазок, обязательно. Веб-камера должна быть, она называется, это глазок. Так, она же только к компьютеру цепляется, да? Она к телефону никак? Нет, это все перевернуто. Я не знаю, у нас, которая... Просто у меня, я компьютер-то... Ну, вы поговорите с программистом, если надо. Найду, найду. Я вам дам телефон, вы ему позвоните. Я найду, найду. Ну, найдете, все. И заведите. Это беседа, разговоры. У вас сразу кругозор расширится. Будут люди на вас выходить. Конечно. Конечно, это надо, потому что, говорю... Ну, так, ну, как в наше время жить? Ну, представьте себе, что... Ну, мы... Нет, просто знаете что? Вот эти вот 44 года прожить, да? И вот прожить в той ситуации, с той информацией, которая вообще ни к чему не была. Сейчас понимаешь, что ты тупой, да нельзя. Если бы ее убрать, да, вот эту... И сейчас вот истину начинать, понимать, что вот это все, что было до, выкинили. Там ничего не было. Вот хорошего там действительно ничего не было. Я за компьютером, когда книги издавал, 9 лет. Молодец, вы как гуру там. Я провел больше 30 тысяч часов. Ну, представляете, сейчас 80 лет какого-нибудь взять. Ну, вообще не скажешь. И сегодня вот я 14-16 часов каждый день провожу. Я утром, ну, встаю где-то в 2 часа, иногда в третьем часу только, уже все. Я к 4-40, когда все начинают вставать, уже, ну, общий подъем, я почту должен разобрать. А почта со всего мира, вопросы, ответы. И ответы я каждому говорю. Вы пришли не ко мне. Я отвечаю Словом Божьим, как сказали святые отцы, что говорят каноны. Люди, которые не церковные, да зачем? Это, главное, любовь. Любовь, это остальное кимов, звучащий. Так в этом-то любовь и есть. Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А как проверить тебя, любишь ты или не любишь? Делом. Делом, делом. Делом проверить. Ты вот услышал, и не просто так ушел. А сразу приди домой, жену как звать? Алена. А? Алена. Елена? Ну, Елена. Ну, вот ей скажите, Лена, я вот сегодня был здесь и такое слышал. Давай посудим. Как это? Мы можем одолеть. Тем более, это недорого совсем. У вас будут наушники. У вас... Не, это не вопрос. Со скайпом я займусь. Это буквально на днях решу этот вопрос. Сейчас маленькие самые ребятишки. Вот я в чат-рулетке был. Знаете, чат-рулетку кто-то изобрел? Я почему и это... Я почему и начал, спохватился об этом срочно, быстро, чтобы напитаться информацией, потому что у самого маленький ребенок 4 года. И думаю, куда он сейчас пойдет вот в этот мир? Как я, ничего не знаю. Или все-таки надо менять сначала? У вас один ребенок? Ну, сейчас второго ждем. Первому 4 года? 4, да. Сейчас у второго ждем. Конечно, он маленький. Пять на днях вот здесь вот. Может завтра, может через недельку. Я отвлеку ваше внимание. Посмотри, вот какой коричневый голубок. Потихоньку. Вот он, который коричневый. Это очень, да, очень породит. Так рукой не шевелите. А вон, которая левая, слева пошла, маленько красненькие крылышки. Она у меня зиму прожила в комнате. Вывела два... Вон она, какая дубоноса. И какой нос-то у ней. Вон она, видишь, у нее красное крылышко подкрашено. А другие с кахалками. Это разные породы. Я за ними смотрю. У меня были в детстве. То есть, они перемешали породы. Я должен был свои со своими. Вот как смотрят. Как они ловят. Я видел... А что за породы вот чубатые? Тут разные есть. И красные... Она то ли кошки испугалась. А здесь же еще эти летают. А вон он, вон он полетит. Вон он полетит. Видите, коршун где. Коршун. И поэтому я думаю, что, знаете, в быстром таком моменте хотелось бы истинно взять глоток, чтобы что-то начинать своим детям давать. Потому что, не знаю, я будущего не вижу. В другом смысле уже не вижу будущего. Потому что все к тому, чему я шел, это утопия. В оконцовке это утопия. Какая? Ну вот, прежней жизни, чем мы живем. Чем припризистое... Не утопия, нет, безумие. Это что в этой жизни-то? У тебя должна быть в голове все время, как я умру, последний день. Что меня ждет? Потому что там начинается вечность за гробом. Правильно же, что где... В чем застану, в том буду судить. Да, совершенно правильно. Если человек к этому не готовится, ни за что не отвечать, твори, вы думай, пробуй, как Маяковский писал. И больше ничего не надо. А когда ты с Богом, ты молишься, Бог полагает на сердце, и вы эту встречу примите, если тут нигде обмана нет у вас, как от Бога. Знаете, вот вы сейчас говорите, а я сейчас думаю, стою, и слава Богу, что я к вам приехал. И вот сейчас вот вы мне говорите, а я вот, знаете, у меня в мыслях вот такая мысль, вот вообще без всякого там лишней какой-то, не знаю, наговоренности или каких-то, знаете, переувеличений, что действительно я так хотел вас увидеть вживую, вот вживую, потому что там картинка это совершенно другое. И думают, съездить, ты здесь рядом живешь, съездить, да, посмотри вживую, это человек, почему бы нет. Ты можешь больше никогда этого не увидеть, и не услышать, можете никогда не пообщаться. Что тебе стоит? И смотрите, состоялось. Вы ко мне пришли, потому что я на определенном месте. Вы ниоткуда, я не знаю откуда. И поэтому мне труднее с вами общаться, чем вам со мною. Можете ко мне в гости приехать. Вот. И поэтому я говорю, приготовьтесь, чтобы войти с нами в молитву. Это более всего сбежает молитва. А молитва у нас идет по скайпу. Сергей Пупов идет, а он кинолог. Он дрессировавших собак. У него собака, которая с нами ездила, чемпион России. Так, а смотрите, еще перебью. Если что-то у меня там не будет получаться со скайпом, по этому номеру можно... Да, позвоните, мне звонить не надо по телефону. Если крайне-крайне, и когда позвоните, не алёкайте. А сразу говорите, я такой-то, Евгений, я приезжал к вам на велосипеде. Если вы не будете... Там, на первой странице нашей, вы это только не изомните. Да, это мои телефоны. А дальше там это с кем-то сообщается. Сохраните, не изомните. Вот она, видите, вот первая подошла, вот она рядом. Не шевелитесь, они хотят напиться. Это получается, у нее клюв-то с этих, с почтой. Не рукой ничем не шевелите. Гули-гули, да, они рядом подходят. Это получается, с почтарей, да? Так, клюв. Сейчас мы маленько отойдем, давайте им пить надо уже. Время подошло. Вот сюда сдайте. Вот сюда. Вот они подошли. Видите, вывалили все больше. Вот второй коричневый, а вот третий вывелся, который. Это получается, что у нее клюв-то с почтарей, да, каких-то? Да нет, у меня нет. Были и такие, но... У них клювы похожи, которые высоколетные. Да. Были. Колонок забрался или хорех, я не знаю, там, другой у меня смотрел за ними. Пять пород или шесть было. Всех за ночь уничтожил, да, одну. Все. Я, говорит, зашел, говорит, как поле брони, все мертвые лежат. Колонок это типа это, ласки, да? Ну, наверное. Вот, хорошо. Это навсегда сгодится. Я маленько отклюху ваше внимание, еще попятимся, еще чуть-чуть сюда вот. Пусть они подойдут, сейчас будут пить. А то уже дело к вечеру идет. А, ну гоняй, я этих смотрю, да? Да, сейчас подойдут. По утрам. Нет, что вы это... Жерт. Вот они начинают. И вот смотрите, что мне еще, знаете, понравилось, что сейчас можно... Ну, пока, посмотрите, сколько. А кто-то что-то где-то летит. Где-то кто-то пугнул. Или вы увидали кошку, или что-то. Это помогает им спасать. А вон, который пошел, гонит голубка. Это он за ней ухаживает. Вот справа, который. Он сзади такой, видный-то. Он у меня вывелся в комнате. С темным хвостом, да? Да, и он очень-очень ручной был. Он подлетает, а я возьму... Семечки положу в ухо. А он из уха клюет. На плечо садится и клюет. Говорят, папа римский так вот повелел бороду брить. Голову приучил и сказал, а ты дух святой. И сказал мне, чтобы обрили бороды. Будьте как ангелы. Вы в интернете зарядите... Такой ролик есть. Не наш. Ну, у нас тоже он есть. Называется «Интервью с дьяволом». Сейчас. «Интервью с дьяволом». Можете сейчас зарядить? Конечно. Попробуйте. Вот, смотрите, на чем я остановился-то, видите, вот. Головин говорит со шахматом, вашим, на чем я остановился, да, вот. Смотрите. Владислав Владимирович. Владислав Владимирович. Вот это интервью было. Вот на чем я остановился. Как давно говорили. Вот, он о вас говорит. Да. Причем мне понравилось, что он говорит. Да. Я думаю, вы выделили этот ролик. Да, конечно, у меня он стоит. Это вот шахматы. Вот, зарядитесь сейчас. А «Интервью с дьяволом». Где-то я видел что-то, ссылку. Так, стоп. «Интервью с дьяволом». Там два человека сидят друг против друга в лесу. Вот оно, мелькнуло. Вот он садится. Смотрите сейчас. А это журналист садится. Здравствуйте, хочу поблагодарить вас за это. Это больше нельзя громкость? Сидять у вас интервью. Вы знаете, как это важно для меня? Да, я знаю. Но по-моему, я очень занятой. У меня здесь всего несколько вопросов. Я буду использовать диктофон. Нет. Я предпочитаю, чтобы вы не записывали. Хорошо. Только уберу его. Я смотрю, что вы. А-а-а-а-а-а-а. Хорошо, давайте тогда начнем. Послушайте. Кто вы? Это непростой вопрос. На самом деле, у меня несколько образов. Лидер повстанцев и философ. Идеалист. Изобретатель. Первый и главный политический лидер, который когда-либо существовал. Вы немного отличаетесь от того, кем я себе представлял вас. Кто вы на самом деле? Ты ожидал увидеть кого-то красного с рогами? Я не такой, как вы, люди. Бритые галстрики запомнили. Я из материи другого плана. Я могу показать тебе, какой я есть. Показал себя. Смотри на него. Я могу явиться, как ангел света. Призрак. То есть он может быть богом. Жене или человек. Можно задать один личный вопрос? Сколько вам лет? Ты уже слышал, как кто-то сказал, что родился 10 тысяч лет назад? Угу. Что-то у него фигуру тут писал. Да-да. Про него будет рассказывать. Блин. Да-да-да. Не-не-не-не-не-не-не-не. Види. Прикуривает как пальцем. Как пальцем? Пальцем. Вы к себе поверните побольше, чтобы видно было. Угу. Вот так держите. Этот кто-то? Я. Вы куриете? Ты спрашиваешь того, кто это изобрел? Простите, но как я могу узнать, что вы не врете? Любашка горю. А, мальчик. Отец, лжи. Как я могу уйти? Слушай, что ты читаешь Библию, да? Нет. Нет. Я знаю. Это был риторический вопрос. Крест. У журналистов крестик. Люди немного преувеличивают в отношении меня. Большая часть того, что я говорю, это истина. Я предлагаю вам истину и ложь. А вы сами решаете, во что вам верить. Угу. Какое ваше происхождение? Откуда вы? Это долгая история. Но я интеллигентный. Могу сказать так, что мы оба дети одного отца. Тысячи лет назад я занимал очень важную должность. Государственную должность. Я был главным. Это потрясающе. Вы знаете, это политика. Но все закончилось неправильно. Я нарушил все правила. И вместе со своими союзниками оказался здесь. Бросьте его, Господь, оттуда. На земле. Это под шангом. Это под шангом и есть. Такие, как вы здесь. Их столько, что ты не можешь себе представить. Ага. Тысячи тысяч. То есть миллионы и миллионы. Любим. Ну, пожалуйста, сигареты. День курил. Водка. Какой ваш главный триумф? Наркотик. Сделать так, чтобы люди поверили, что я не существую. Что не существует. Никто не воспринимает всерьез персонажа из фольклорных преданий. А какой ваш главный враг? Слушай, дай мне на него. Гляди, как папирос. Сейчас он у меня. Гляди. Сын. Сын. Люди, ты, 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 ты. Обрукал. Все. Главный враг Христос у него. Сын. Боже. Ну, я не хочу говорить об этом. Хорошо, не проблема. Тогда скажите мне, какая ваша мечта? Быть прославленным всеми людьми, как бог этого мира. Вы думаете, что люди будут считать вас богом этого мира? Они уже делают это. Думают, что угождают богу, а на самом деле делают то, что хотят. Или угождают тому, что я изобрел. Ну, конечно. Но не все такие. Конечно. Есть особенный народ. С ними очень трудно. Продолжай. И каковы ваши стратегии, чтобы добиться этого поклонения? Смотри. Это поклонение не всегда явное. Достаточно, чтобы кто-то немного отдалился от истины. И все. Он автоматически становится моим слугой. Ага. Тихо, не разговариваешь. Ага. Ну, конкретно, как это? У меня есть разный подход к разному типу людей. Для начала мне нужно узнать его слабое место. Одним я даю славу. Власть. Это приносит смерть, нищету и разрушение. Бедным я предлагаю суеверие, развращенность, невежественность. Богатым приношу роскошь, суету. Данные люди искушаются гордостью, доказывая то, что Бог не существует только потому, что они не могут объяснить то, что ограничено наукой. Таким образом поклоняются творению вместо Творца. И зависимость. Спорт, сериалы, игры, работа и наркотики. И, наконец, все становятся слишком занятыми, чтобы искать Божьи вещи. Еще не надо, ну, опять все. Большинство людей продают себя за малое. За ничто. Как вы все это делаете? Это трудно объяснить. Посмотри, как будет дело. У меня нет доступа к человеческим мыслям. Но я очень много и внимательно наблюдаю. Я могу предвидеть поступки людей, по их действиям, словам, реакциям. Смотри, никто не крадет случайно. Он проходит один день перед витриной. Смотрит, комментирует, интересуется. Вношает. Тогда я создаю возможности, ситуацию. Некоторые называют это искушением. Кроме этого... Смотри, щелкнулось, сразу все засветилось. Это фит, да? Это засветилось. Так, 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 так. Вот он показывает, пойдет. Я могу манипулировать элементами этого мира, как хочу. Чудо, да? Руку поднял, смотри. Вес, слез, пошел в движение. И, чтобы смутить. Мечто у нас не должно. Да, 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 смотри. Ага. Это бесы делают. Ну, смута, да? Смутить. Из-за того, что я не имею тела, как вы, я не ограничен физическими законами. Телефон на тело принял себе. Показываю, смотри, телефон. Раз, сейчас я взял руку красивую. Для меня нет стен. Я могу перемещаться быстрее света. И воспроизводить в совершенстве голос любого человека, который уже когда-то жил на этой земле. Имитация. Это один из моих любимых трюков. Почти все попадают. А вы можете создавать вещи? Я не могу создавать жизнь. Только действие. Но могу манипулировать атомами и молекулами так, чтобы добиться большей испорченности людей. Вещей. А что вы больше всего ненавидите? Смотри на него. Прощение. Прощение. Покаяние. Примирение. Преклоненные колени в молитве. Единые семьи. Библию. Библию ненавидит. Закон Божий. И его народ здесь, на земле. Потому что я смог заметить, вы очень могущественный. Вы чего-то боитесь. Смотри на него. Моего будущего. Будущее. Скоро тот, кого я распял, вернется на эту землю и покончит с моей властью. Христос придет. Я знаю, что выхода нет, что потом я буду уничтожен. Поэтому я хочу затащить наибольшее количество людей со мной. Это единственный способ ранить сердце Бога. Ты сказал, что скоро твоя власть будет закончена. Ты имеешь представление, когда это произойдет? А теперь хватит, парень. Я уже рассказал больше, чем должен был. Извини, если я сказал что-то не то. Но этот материал очень важен для меня. Я знаю, знаю. Однако, я могу тебе помочь, если ты хочешь. Подожди. Как ты можешь мне помочь? Я могу открыть для тебя дверь успеха. У меня много сук за кулисами медиа. В том числе газет, в которой ты работаешь. Интересно. Подожди. Вскушение. Я мало что знаю о религии, но я знаю, что тот, кто заключает с тобой завет, дорого платит за это. Давай представим, что я приму твою помощь. Что ты захочешь взамен? Не думай об этом сейчас. Просто прими помощь. В аду я скажу, что ты должен сделать. Что, примет? Все, давай походи. Часы. Мне шахматы хотят такие часы подарить. Прямо на время, на время. Сегодня тебе еще много на лавочке сидим. Иди. Прямо насильно хотел часы такие отдать. Спасибо большое за это интервью. Я не знаю, как отблагодарить. Но знаешь, у меня еще осталось сомнение. Я до сих пор не понял, почему ты выбрал это место. Почему? А где ты хотел со мной встретиться? В церковь? Конечно же нет. Я знаю, что дьявол никогда не войдет в церковь. Почему? Он же может выйти, да? Нет. Помыс. Ты же тихо. Большинство церквей мои. Ага. О. О. Теперь прощаться будет, когда смотрю, не обернется. Смотри внимательно. Угу. Оп. Все, нет. Он только взялся побежать. И все. Продолжение следует... Продолжение следует...